Новости Дагестана на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов и коротко о главном, что будет в нашем выпуске. Коронавирус добрался до России, но паниковать не стоит. Выявлены больные, граждане КНР и у них даже нет температуры. Штрафы вырастут кратно. Смотреть на спидометр придется чаще и внимательнее. Законодатели готовят беспрецедентное ужесточение мер безопасности на дорогах. Уникальные во всем. Кубачинские мастера никогда не повторяют узор дважды. О секретах древнего мастерства в нашем выпуске. В России выявили два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших – граждане Китая. В стране вводятся дополнительные меры по борьбе с опасной инфекцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Первый случай болезни зафиксировали в Забайкальском крае, второй – в Тюменской области. Голикова также объявила о начале эвакуации россиян из двух китайских городов. По предварительной информации, в Ухане находится 300 россиян, в Хубе – 341. Власти России оценят число желающих вернуться из Китая, а также определят борта, которые полетят в КНР для транспортировки россиян и помещения их на карантин на две недели. В Дагестане будут судить подрядчика, похитившего более 22 миллионов рублей. Замгенпрокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денег при строительстве очистных сооружений в Махачкале. Директора строя организации подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 и 2015 годах застройщик завысил стоимость и объем выполненных работ по госзакупкам на сумму 22,5 миллионов рублей. Выделенные из республиканского бюджета деньги подрядчик присвоил себе. Уголовное дело направлено в Каспийский городской суд. Трупы коров в Бабаюртовском районе утилизировали. Специалисты провели клинический осмотр поголовья крупного рогатого скота в различных хозяйствах. При этом было выявлено, что в данном округе павшего или больного по стерилизам поголовья больше нигде не обнаружено, кроме как в хозяйстве красный партизан. Напомним, накануне там от данного заболевания пало 28 голов крупного рогатого скота. Трупы животных утилизированы, места содержания павшего поголовья продезинфицированы. В близлежащих хозяйствах проведут вакцинацию от инфекционного заболевания за счет бюджетных средств. В Министерстве по национальной политике и делам религии Республики прошла отчетная конференция победителей грантов главы Республики Дагестан в области общественной деятельности за 2018 год. Все проекты, получившие грант, были реализованы в 2019 году. Грантополучатели рассказали о проделанной работе, а также поделились опытом участия в конкурсе. Проекты были направлены на возрождение национальных традиций, укрепление межконфессионального диалога и воспитание подрастающего поколения. Процесс реализации проекта проходил под контролем Миннация Республики Дагестан. По словам Энрика Муслимова, подобные общественно значимые проекты могут получить финансирование и в дальнейшем. Сегодня, которые получили по итогам прошлого года 1,2 млрд, сегодня идет изучение общественного мнения по Республике Дагестан, куда тратить эти деньги. Одним из таких предложений является финансирование общественных проектов по различным направлениям деятельности, общественной деятельности. Потому что вовлечение общественности в общие процессы, которые происходят как в Республике Дагестан, так и в Российской Федерации, необходимо об этом говорил и президент Российской Федерации в послании Федеральному собранию 15 января текущего года. В Госдуме предложили обеспечить студентов бесплатным питанием. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. По словам парламентария, студенты проводят в вузах практически целый день, а в общежитиях не всегда есть возможность приготовить себе еду. В некоторых учебных заведениях уже существует практика организации бесплатного питания для студентов из социально незащищенных слоев населения. Но реализовать данную льготу можно, лишь собрав большое количество подтверждающих документов. По мнению законодателя, реализация новой инициативы станет существенной поддержкой для студентов. Штрафы за превышение скорости могут вырасти в 6 раз. Минюст подготовил проект нового кодекса об административных нарушениях, ужесточающий наказание для российских водителей. Ряд штрафов вырастет, а также появятся новые составы правонарушений и накопительная система для злостных нарушителей. Так, штраф за превышение ограничения на 20 км в час, но не более чем на 40, составит 3000 рублей, а не 500. А штраф за скорость свыше 40 км в час от порога ограничения и вовсе вырастет с 1,5 до 4 тысяч рублей. Значительное превышение скорости более чем на 60 км в час будет наказываться еще строже. Штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода. За повторное превышение водителей станут штрафовать на 10 тысяч рублей или лишать прав на год. 31 января – Международный день ювелира. Золотокузнецы из дагестанского села Кубачи известны на весь мир. Каждое их изделие по-своему уникально. Причудливый узор никогда не повторяется дважды. Герой нашего сюжета – один из тех, в ком течет кровь потомственных ювелиров из древнего аула. Так говорит сам о себе мастер Альбек Куртаев. О преемственности поколений и воплощенном таланте расскажет Алина Багилова. Без этого древнего села невозможно представить себе Дагестан. Кубачи – место, где секреты мастерства передаются по наследству. Поколение за поколением вплетают здесь новые узоры в завораживающий орнамент кубачинской серебряной бязи. Наш сегодняшний герой – Алибек Куртаев. Он родился в семье потомственных ювелиров, как и многие кубачинские мастера. Мне было такое, что меня обучали именно на ювелире. Я оставался у дедушки, учился, игрался с его инструментами. Так я обучался, смотрел, что он делает. Я пытался повторять. Он давал мне пластины медные. Стучал молотком, то по пальцам, то по изделию. Так я обучался. Весь процесс – от прокатки серебра до полировки и гравировки – Алибек выполняет своими руками. Но начинается все с рисунков. Эскизы своих будущих изделий ювелир так же придумывает и прорабатывает в деталях сам. Для каждого изделия я рисую отдельно. Практически работы не повторяются. Бывают, ребята, спрашивают, что такое же. Но двух таких одинаковых работ практически сделать даже при желании невозможно. Когда-то ювелирной работой занимались только мужчины. Считалось, что эта работа, требующая серьезной концентрации, приложения недюжинных усилий, совсем не для женщин. Однако со временем женщины тоже стали заниматься резьбой и гравировкой, осваивать секреты филиграни и ямали. Мастер украшает свои изделия не только гравировкой, но и ямалю. Каждый клиент хочет что-то свое. Вот и стараются ювелирные маэстро удивить. Казалось бы, форма рисунка одна, но каждый орнамент всегда по-своему уникален. Алибек не работает на количество, предпочитая во всем оригинальность и индивидуальность. Мастер не повторяет свои работы, а каждый раз создает новые произведения. Я предварительно рисую сам узор, распечатываю его на бумаге, наклеиваю на пластину. Вот видите, они просверлены. Просверливаю и выпиливаю. Столовое серебро кубочинцев поражает своей изысканностью и неповторимостью. Тут и серебряные чаши, и блюда с черненным цветочным орнаментом, и роскошные кубки для напитков со сложными узорами, напоминающие восточные сказки о властолюбивых падишахах. Золотые руки местных златокузнецов покорили своим умением самых взыскательных ценителей ювелирного искусства по всему миру. Спрос на украшения искусственных ювелиров велик повсюду, и не только на Кавказе и в России, но и далеко за их пределами. Мастер признается, что больше всего любит работать над особенными заказами. Среди таких уникальных работ – самовар-паровоз, яйцо Фаберже «Секретом внутри», кувшин-пингвин и еще много других удивительных мини-шедевров, которые прошли через мастерскую мастера Куртаева. Кстати, вот это яйцо в стиле Фаберже, называется «Жемчужина». Очень красивая работа. На выставке, посвященной 140-летию Фаберже, заняло первое место. Это браслет, называется «Роксолана». Это по истории известной рабыни, ставшей потом царицей. По ее истории я сделал браслет. Это как оковы, превращенные в украшения. Кубачинские украшения удивляют, как правило, насыщенностью орнамента и сложностью работы, массивностью, сочетающейся с тонкостью и изяществом. По кубачинским традициям, раньше женщина должна была носить большое количество украшений, объясняет ювелир. Ныне в моде крупные украшения. Такие же обычные украшения у нас носят невесты. По-моему, даже по несколько, да? И несколько, да. На свадьбе надевают, у нас праздничные. У Расула Камзатова есть такое четверостишье. Тайну кубачинского искусства не ищите в нитках серебра. Носят тайну этого искусства в сердце кубачинца-мастера. Кубачинское серебро по праву занимает главное место в коллекциях фамильных драгоценностей сельчан. Домашние собрания которых стали настоящими семейными музеями и играют теперь важную роль в деле сохранения традиций и обычаев древнего аула. И ведь не зря бессмертные строки стихов Расула Камзатова украшают теперь многие кубачинские изделия. Ведь тайны кубачинских браслетов хранятся не на бумаге, а в сердцах умелых мастеров. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Кубачи. Далее обзор коротких новостей от моих коллег. Дагестанские семьи могут получить еще одно пособие в 10 тысяч рублей. В Госдуме внесли законопроект, согласно которому родители детей в возрасте от полутора до трех лет, которые состояли в очереди в детсады, но не получили места, могут в качестве компенсации получить пособие в размере прожиточного минимума. Отметим, что по состоянию на мае прошлого года в республике в очереди на зачисление в детсады оставалось 18 тысяч детей. Стала известна стоимость билетов на главное событие турнира UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Бой состоится в Америке 18 апреля. Самая низкая цена билета составила 6 тысяч рублей. Самое же дорогое оценивается почти 700 тысяч. В Дагестане руководители управляющих компаний могут лишиться должностей, если не сдадут экзамен на знание жилищного законодательства. В противном случае они могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок до трех лет. Шанса на пересдачу в этом году у них не будет. Стоит заметить, что в течение 2020 года сдать квалификационный экзамен должны 178 представителей управляющих организаций. И о спорте. Накануне в Махачкале впервые прошло первенство по Хабкидо. Лучшего в этом новом для нас корейском боевом единоборстве выявляли среди спортсменов всех возрастных категорий. Самому юному участнику едва исполнилось 8 лет. Всего турнир в спортзале Даггосмедауниверситета собрал порядка 200 атлетов из разных уголков республики. Они состязались не только за кубки, медали и грамоты, но и проходили отбор на чемпионат и первенство страны. На открытие участников приветствовали известные дагестанские спортсмены. Ну и на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Смотрите наши новости в инстаграме и в ютубе. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»